Всем привет! В последнее время я очень много тестирую разные пылесосы, но по большей части это какие-то беспроводные модели, моющие опять же беспроводные пылесосы и роботы. Но если вы думаете, что только на них весь белый свет клином сошелся, то это не так. Контейнерные пылесосы все еще остаются самыми продаваемыми. Они, конечно, тоже видоизменились, но все еще остаются удобными, мощными и не зависят от заряда батареи. Именно о таких пылесосах мы прямо сейчас и поговорим. Это новая линейка современных контейнерных пылесосов от Bosch. У меня модели в черном и белом цвете, но на официальном сайте можно найти в других цветах и комплектациях. А вот что у них будет совершенно у всех, так это компактность и небольшой вес. Для переноса есть специальная ручка, поднимать и переносить не трудно. Хотя своим ходом эти пылесосы тоже катаются легко и очень маневренные. Кружатся на все 360 без каких-либо проблем. И что еще важно, у моих родителей тоже был контейнерный пылесос, да еще и моющий. И это, конечно, было то еще испытание. Огромный, неповоротливый, куда не спрячь, постоянно либо шланг торчал, либо вся рукоять с насадкой. В общем, крайне неудобно было и неэстетично. Эти пылесосы, помимо того, что сами занимают немного места, еще и удобны в хранении. Производитель предусмотрел возможные проблемы и придумал нехитрую, очень простую вещь, которая действительно спасает. Это фиксатор шланга. Его можно прятать вот так и тут же крепить дополнительные щетки, либо вот так, а насадку класть рядом. А можно и вовсе ставить его вертикально. Так он занимает еще меньше места и легко размещается, скажем, в шкафу. Ну и классика, почему мне кажется, что эти пылесосы никогда не потеряют своей актуальности, это то, что у них огромные контейнеры. Кстати, тут именно контейнер, а не мешок, который создает массу неудобств и, кажется, до конца не очущается. Здесь прозрачный контейнер, всегда можно посмотреть, сколько пыли уже накопилось. Его объем 2 литра, что позволяет каждый раз после уборки не чистить пылесос, хотя я все равно рекомендую это делать. Просто из соображений гигиены. Это хорошая привычка. К тому же достается легко, очищается быстро. При этом контейнер минимизирует контакт с пылью по сравнению с мешком, например. Так что контейнерный пылесос еще и идеальный вариант для аллергиков. Но тем не менее, чтобы не было на полу, все это в контейнер поместится. Длинный кабель, который позволяет перемещаться не только по комнате, но и по всей квартире. Его длина 7 метров, а радиус вместе со шлангом и насадкой и того больше – 10 метров. Так что найти розетку для его питания не составит труда. Движение не сковывает. А маленькую квартиру и вовсе можно убрать даже от одной розетки. После работы шнур сам сматывается, вам остается лишь нажать на кнопку. Кстати, труба телескопическая. Ее можно отрегулировать под любой рост. Режимов работы у пылесоса тоже несколько. Регулятор понятный, каждый режим подписан или обозначен картинкой. Тут режимы минимальной и максимальной мощности, уборка мебели, ковров и пола. Не запутаешься. Проверим возможности пылесосов. Мне кажется, у меня им самое место, потому что мой Husky Connor линяет круглый год. Его шерсть липнет всюду, а уж как он любит понежиться на коврике, поэтому с него-то мы и начнем. Разве что усложним задачу, добавим крупы, муки. Думаю, ее убрать будет куда сложнее. Но я надеюсь, что пылесосы справятся, а то чистить вручную все это после не хотелось бы. Ковер разделили на две половины, пылесосов же двое. Они, конечно, очень похожи между собой, но у одного в комплекте есть турбощетка, и это уже дает плюс 10 к качеству и скорости уборки. Но как будет на практике, скоро узнаем. Конечно, турбощетки куда проще справляться с загрязнениями. Она собирает все быстрее и буквально с первого раза. Но шерсть сбивается и накручивается на щетку. Чистить ее после не самое приятное занятие. Достать валик не получится, поэтому все волосы придется убирать ножницами. В обычной щетке ролика внутри нет, но у нее есть вставной блок с щетинками, которые можно спрятать во время первого прохода. Ну что, по-моему, получилось отлично. Сначала я, конечно, немного переживала, потому что думала, что мука глубже забьется в ковер, и ее оттуда будет просто не достать. Но мои опасения были совершенно напрасны. Так что даже если Конор вернется с прогулки с песочными лапами и без мытья разляжется где-то на коврике, то я даже ругаться на него не буду. Хотя он так все равно не сделает. Воспитанный. Теперь перейдем к мебели. Тут я не буду рассыпать все подряд. Мне кажется, шерсти будет достаточно. Оба пылесоса здесь не уступают друг другу, но более тонкая насадка у второй модели мне понравилась больше. На мой взгляд, она убирает качественнее за счет того, что воздух не распределяется по большому выходному отверстию, поэтому и работает эффективнее. Ее, кстати, хорошо использовать для матраса. Вот вы знали, что на матрасе тоже скапливается пыль, которую мы обычно просто не замечаем. Поэтому его тоже нужно чистить, ну а делать это насадкой для пула не гигиенично. О чем еще стоит сказать? В обоих случаях воздух, попадая в пылесос, проходит серьезную очистку. Начинается все с контейнера. Вихревые потоки с тремя уровнями отсеивания мусора позволяют пыли и грязи легко и быстро осесть в контейнере. У него есть еще один фильтр. Сверху выпускной фильтр вместе с HEPA в черной модели и немного другой фильтр в белой, который улавливает еще больше мелких частиц пыли и бактерий. И что здорово, все фильтры не требуют замены, они просто промываются, хорошо сушатся после и устанавливаются обратно. Более того, у модели в белом цвете в выпускном фильтре есть еще флисовый слой с дополнительной антиаллергенной защитой. Вот теперь, пожалуй, точно все. Выбрать среди этих двух пылесосов сложно, хотя они практически не отличаются. Но в одном турбощетка, а в другом удобная насадка для матраса и насадка для уборки мебели. Ну и, конечно же, дополнительный гипоаллергенный фильтр. Чаша весов еще не устаканилась, поэтому пока я выбираю, жду ваше мнение в комментариях, какой пылесос вам понравился больше. Ну и для тех, кто досмотрел этот ролик до конца, небольшой бонус – это промокод на скидку в 15% на покупку на официальном сайте Bosch в России. Подробности в описании. Ну а я с вами прощаюсь, пока-пока!